ну что ж друзья всем привет с вами канал блэйк хоррор и мы продолжаем играть в игру кулат это довольно страшная игру в которую уже маленько я обсираюсь мне очень страшно сейчас эти как мы помним я когда зашел сюда дверь закрыта выход наружу выход наружу время не лечит этому я давно научился эту истину мне долбали болью злость и ложь они были моими учителями я вспомнил это почти коснулась сути моего понимания стало откровением когда меня переломанными костями тащили по коридору когда они меня вскрыли чтобы изучить смещение органов когда они внедрили худшие кошмары мне в голову когда они зашивали меня собирались заново и оживляли раз за разом чтобы проверить пределы выносливости и когда наконец после всех этих лет сказали что моя жена мертва время не лечит ну что ж друзья мы прошли через эту вышку и вот там увидим впереди понятное дело гору в которую нам как и предполагаю нужно будет идти так я предлагаю отправиться конечно же дальше пойти дорогой этой в которой мы видим какие-то трубы и так далее а нет я туда попасть а нет могу или не могу нет я не могу туда попасть уходим что нам еще остается как уходить и идти по этой дороге ух ты ой что такое какая-то загрузка сейчас была не нравится мне это наверное то что мы именно сейчас так там мост впереди прошли вот этот башню понятное дело как бы ой костер сохранение жатье что это значит вот так подожди ты чё не знаю чё так 66 и 72 координаты давайте проверим вот этот 66 и 70 нет это далеко вот здесь нет вот здесь где-то короче где-то здесь так вот ну да можем пойти туда куда мы наверное так и пойдем я думаю да у нас такая дорога сейчас и будет на самом деле затем у нас приди вон целый верх но здесь мы все обошли координаты с цифрой хотя бы 60 остались пока что одна еще с координатами 54 54 и 61 это находится где-то здесь здесь это мы конечно все проверим сейчас мы пойдем ну в ту сторону полагаю пойдем так здесь тупичок там мост пойдем через мост так ну не только костры имеют навык сохраняться по идее как я заметил здесь достаточно подобрать бумажку и мы уже сохраняемся устал так гора ну та гора находится довольно-таки далеко так что туда там и здесь опасно ходить так давайте встанем на эту гору вот так вот как-то здесь тихо стало так я не знаю куда эта дорога ведет вообще ничего не знаю пойду вот в эту сторону волки конечно же почему бы и нет тихо я слышу я слышу но не вижу 17-2 летняя Анна спустя годы молчания решил рассказать о событиях из своего прошлого она так это объяснила я смертельно больна мне нечего терять я хочу чтобы люди знали о тех преступлениях которые были сделаны во имя науки Анна писала место научно-исследовательского центра где ученые по ее словам ставили бесчеловечные опыты на заключенными была одна особенная особенная камера нам не давали к ней близко подойти ее устарожили солдаты хотя я видела как туда заводят людей мало кто возвращался я общалась с одним из них я спросила что они делали и почему так мало оттуда возвращаются он посмотрел на меня с испугом и сказал Анна ты когда нибудь видела нечто? абсолютную пустоту без края я был там я стоял на бесконечности вселенной на границе между реальным и нереальным там бездна гигантский бездонный колодец темная пещера ада и почувствовал это это сверлило мой череп как тикающие часы оно смотрело на меня снизу оно подкрадывалось ко мне и медленно начало в меня входить пустота спустя какое-то время тот же заключенный попросил меня передать письмо в котором молила помощь я должна была передать письмо прессе и передать огласки все происходящее но письмо исчезло до сих пор я не знаю что с ним случилось в любом случае они бы наверное все отрицали мы попросили у руководителя тюрьмы в которой работала Анна прокомментировать это заявление Владимир Кронский начальник тюрьмы категорически отрицает что такие события действительно имели место в кратком сообщении он сообщил нам что Анна была охранником но никогда не работала в высшую помянутом центре потому что такого объекта просто не существует он отправил выписку личного дела Анны в качестве доказательства того что с 1940 по 1950 годы она работала в Сухомовской тюрьме также известна как спецобъект номер 110 ее уволили из-за учреждения из-за психического заболевания также были приложены копии ее медицинской карточки медицинского заключения так смотрите-ка записки оставляются на карте можно понять где я приблизительно нахожусь и куда мне приблизительно идти и мне идти туда значит мы идем сейчас правильно вроде бы правильно я только не предполагаю даже ой, здесь у нас мост сломан ладно а это где? где-то здесь мост сломан или что? а, вот здесь вот а нам нужно? да, нам туда кстати нужно давайте обойдем круголя дадим где-то здесь есть обходной путь как показано на карте только вот я его ни хрена не вижу костер палатка палатка я аж при прыжку иду сохранение так или же знаете что? подожди-ка это 54 координаты так 43, 95 это где-то там будет 66 и 72 давайте отправимся для начала туда это находится вообще как будто здесь вот мы находимся тут так что думаю я пойму куда мне идти я просто предлагаю сначала туда ладно а как мне туда пойти? так мне некуда идти кроме как сюда а а вот отсюда мы пойдем туда в ту сторону я вижу впереди бумажку давайте туда подойдем хоть будем полагать приблизительно где мы находимся на этих картах так показания доктора Григория Антоновича по аномалии мы никогда такого не видели раньше активность зашкаливала уровень энергии был просто невероятный я помню доктора Пятника он сказал что слышал пение он видел ангелов появляющихся света нам было очевидно что оставаться после аномалии слишком долго опасно но нам нужно было ее изучить и мы решили использовать заключенных поэтому мы создали секцию 22 а мне сюда и нужно значит сейчас пойдем прямо по вот этой вот дороге я вижу что-то впереди мне туда и надо мне путь туда заказан соответственно ой как же мне стремно туда идти-то ой-ой-ой так вообще я фонариком 67 и 70 что это за координаты а это мы находимся здесь ладно где тогда другая развилка и что же там так темно-то я кстати фонариком светить не хочу хотя не говорится бляха-моха где я? я потерялся ай-яй-яй-яй я не хочу может быть по следам надо идти ой нет не надо не надо по твою мать я сюда прибегу мне туда нужно я уверен я уверен я уверен ой здрасте а куда мне идти-то? тупичок, друзья твою мать вы что издеваетесь надо мной тихо я спрячусь он же мимо должен пройти, да? он вообще идет туда или он просто меня там и ждет? блять блять да вы издеваетесь надо мной вы погибли давайте продолжим при использовании быстрого перемещения в лагерях происходит сохранение игры о стоп быстрое перемещение в лагере стоп так между этими лагерями можно перемещаться это кстати очень хорошо так ладно я понял что мне идти нужно будет направо а не налево туда куда я пошел это я пошел куда-то вот в эту сторону а здесь очень темно и страшно я не хочу туда идти тихо тише, тише все в порядке все в порядке я в этом наверно уверен вон он дом это дом это дом оказывается так ладно прыжок прыжок давайте сюда ай-яй-яй подбирай твою мать твою мать ой ну я же сохранился здесь по идее нет сейчас проверим к черту это ужас какой-то я я очень напуган ладно загрузка сейчас посмотрим где мы да? мы именно здесь и загрузились возле этого иди-ка ты нахрен я побежал подбирай да мать Выписки из записи дневника доктора Ивана Вански Ты знаешь, чего мы хотим? Мы играли в богов Телекинез, телепатия, групповой гипотнос Изменение психического и физического состояния Состояния расщепного пространства Пациенты не могли выдержать и доли изучения Те, кто каким-то образом смог выжить Вели себя словно одержимые Они общались с нами разными голосами На языках, которые мы никак не могли распознать И все они впоследствии умерли Один за другим Одни превратились в камень, а другие в пепел Я особенно хорошо помню одного из них Он поднялся над землей С выкрученными конечностями И так застыл в воздухе С тех пор прошло много времени Но это все еще меня преследует Я помню, я вижу за каждую ночь Это каждую ночь Выжил ли кто-нибудь? Мне потом сказали, что не выжил никто Но я думаю, что возможно Один из пациентов все-таки мог выжить Именно ли ты хоть малейшее представление Что мы наделали? Дорогой мой Антон Ой, твою мать Куда я бегу? Мне сюда Вот Твою мать Здрасте Кстати, что это хрень какая-то У меня ФП здесь упал Вроде возраст Вот какого хрена? Вот посмотрите Здесь-то хрена всякие оружия Возьми что-нибудь, пожалуйста Возьми вот эту Дубину Тот нож Понимаешь, что возможно Это бессмысленно против таких тварей Ну, что поделать? Я должен здесь пройкаться? Человеческий разум Любопытная игрушка Измученный болью и безумием Он сопроводился И защищался От того Что может принести свободу Путь к пониманию Идет через противоречие Мы отрицаем один простой факт Тот факт, что люди Это настоящее чудовище Так нам и нужно Относиться друг к другу Я заблуждался На этот счет так долго Что наконец Обнаружил свою истинную природу Помни, что в отьме Ты никогда не будешь одинок Всегда есть тот Кто ожидает Вы погибли Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля Че это было? Тихо Нет Зайди сюда Я просто ожидал Что возможно Почему мне сюда нужно заходить Возможно Там нечто будет Ой, твою мать И правда Где ты? Я только что понял Что походу Знаете Друзья Походу До меня только что дошло Шон Бин Это не главный герой Главный герой Там и есть И он не разговорчив Шон Бин Это оказывается Вот эти чудовища Возможно Возможно Друзья, я походу Только сейчас Начинаю понимать Всю эту суть Я предлагаю Я предлагаю Спрыгнуть и побежать И опасно Воу Блин, хамуха Там это дым Бегом 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 Что? Читай Наконец-то Мы добрались До перевала Слава богу У нас получилось В дороге Я чувствовал Что-то Что кто-то За нами следит Я слышал Странный шепот Время от времени Даже замечал Крем глаза Гущу деревь Были моменты Когда я чувствовал Чьё-то дыхание Меня за спиной Но никогда Но когда я поворачивался Слышал хрустняга Под ботинками За мной Не было никого Такое впечатление Что всё это место Какой-то ужасный Алтарь безумия И всё вокруг Какой-то Неправильный Или это какой-то Кошмар А потом и наше тело Что-то подсказывало Мне Что лучше не искать Но что-то здесь Было не так Или может Просто какой-то Голос в моей голове Повторил Давай спустись туда Я чётливо слышу Его даже сейчас И я спустился Вниз И нашёл Остальных Четырёх Они выглядели так Не могу и представить Что с ними случилось Я не могу описать Это в подробности Размозженные черепа Перекрученные конечности Торчащие ребра Разорванная Порезанная Сгоревшая кожа Никогда не видел Ничего подобного Отвратительное порождение Безумия Или какого-то Изращённого эксперимента Будто что-то И дралось с ними И бросило Сломанные игрушки В лесу Я почувствовал Что мою душу Медленно Но верно Захватывает безумие Медленно Но верно Есть Мы это выполнили Давайте смотреть дальше Координаты 45 и 43 Они все находятся Где-то рядом 45 и 43 Подожди-ка 45, 81 и 45, 95 45 Вот здесь вот Где-то И 43 95 Короче, где-то здесь Мне Нужно довольно-таки Далеко идти И я, знаете, что вам Предлагаю Дойти до палатки Которая недалеко Здесь находится И телепортироваться Самый лучший вариант И самый подходящий Для данной ситуации Потому что я знаю Куда идти дальше Ух ты Знаете, игра Само по себе Как можно заметить Возможно Мне все эти координаты Достаточно пройти Затем Затем игра Наверное Закончится Или будет какой-то финал Так что игра Наверное По продолжительности Недолго Видите ли Я тут еще иногда В некоторых местах Бегаю Ну, это, знаете Я бегаю от кого? От этих чудовищ Так что Все нормально Так Говорят, можно перемещаться Давайте попробуем Да, действительно Еще и быстро Оказываешься здесь Ладно Куда идем? Еще координаты 7, 52 и 4 14, 83 Где-то они все здесь находятся Короче, вон в ту сторону Пойдем ли мы туда или нет? Вот в чем вопрос Да, туда прямо и отправимся И прямо сейчас Вот в эту сторону Так Если я правильно полагаю Так Давайте передохнем И пойдем Нас Ничего не тревожит Можно идти пока что спокойно Я как полагаю Мы пойдем в ту гору Кстати, я вижу уже впереди Отсюда записку Она блестит отсюда Издалека Так что давайте К ней пробежимся Так Мы еще понимаем Конечно же Где мы находимся Я ничего не вижу Внимание Психопат на свободе Опасный преступник Сбежал из московской Психиатрической Клинической больницы Нам сообщили Что мужчина полностью Психически недугодный Бредит Отличу Просто замечательно Знаете После таких записок Особенно Но я не понимаю Я заблудился Я не могу понять Куда мне идти Я понял одно Я пошел далеко не туда Я нашел записку Здесь сейчас будет Вот такой вот Разворот весь Куда-то в том направлении Мы должны мол идти Сам я точно не знаю Он выдыхается Очень сильно кстати Понятия Не имея определенного Понятия Записка слева Костер Мы пошли Короче вообще Если как полагать Куда-то Туда Нужно идти Опять это метель Она очень Как это Опасна Я правильно Иду Я здесь не пойму С первого раза Я надеюсь Что я еще не могу Туда же Не бегу Туда же Случайно Как тогда Когда побежал Вроде бы я С ту сторону Побежал Не в эту Тогда еще Так что я должен Ити правильно Сейчас и выясним Конечно же Это все Ладно я Ни хрена Пока ничего не понимаю А вон мост Все Сейчас уже должен понять Потому что здесь На картинке нарисован мост Что-то Куда он ведет Я этого и не понимаю Вот мы находимся Значит Фиг знает На какой дороге Там у нас мост Вообще Как Будто бы Ведущий Куда-то В обратную сторону Или что Мы же не шли Ни от какой пещеры Там где-то Бумажка Листочек Ну Листочек бумажки Я бы хотел Это забрать Давайте сходим Стоп 27.52 Ну-ка давайте Приблизительно Поймем Если они точно Что-то мне подсказывает Что не очень Потому что они точно Идут Листочек бумажки Находится Где-то наверху Ладно Ух ты Ёшкинь кошки Посмотрите на эти горы Они же в виде черепов Офигеть Жутковостно Так 7 утра Мы доехали Встретили группу Манси У них странное орудие Наверное для охоты Еще мы столкнулись С местным гостеприимством Когда нам Не разрешали Зайти В здание вокзала Потому что мы пели Слишком громко Но мы получили Очень теплый прием От местной школы У нас было Немного времени Поэтому мы встретились С учениками И рассказали им О нашей экспедиции На следующей станции Какой-то пьяница Заявил Что мы украли его бумажник Вмешались Вмешалась Милиция Но к счастью После наших объяснений Ситуация Замеря Провели всю ночь в поезде Говорили о любви Религии Политики Устав мы Легли спать Но купе Было открыто Поэтому решили Установить Дежурство И меня И друг Друга Каждые пару часов Иногда я начинаю Сомневаться Что готовы ли мы К такой экспедиции Меня тревожат Неприятные мысли Может мы Переоценили Свои возможности Нам говорили Что мы справимся Но я боюсь У меня плохое предчувствие Словно тень страха Дышит Не в затылок Не могу это объяснить Пора спать Зато я понял Где мы находимся Мы находимся здесь И мы действительно Пошли в обратную сторону Да Так Ладно Там наверху еще Бумажка где-то Опа И как мне туда добраться Так стоп Мне тут определенно Не нужно Зачем мне туда Так Вообще ни черта не понимаю Давайте Ой Твою мать Я погиб Ну блин Я подскользнулся Я не специально туда Начал вниз падать Ладно Мы недавно читали бумажку Мы оттуда как раз Сейчас и должно появиться Я к тому что Давайте вернемся К этому мосту И пойдем в другую сторону Что-то я возвращаюсь Туда Откуда Ну где я уже был Короче говоря Мне там делать нечего Определенно Вот смотрите Вот смотрите Вот мы спустились Вот мы спустились Там путь Видите Вот прям в пещеру Ну видно Ну видно же Вот туда мне не нужно Не надо Просто не надо Какая запутанная дорога Я ни хрена ничего не понимаю Мост Хотя стоп Вообще Я вообще ничего не понимаю Вот эти бумажки Особенно после того Как я на них посмотрел Я еще больше устал Ничего не понимать Это вы хотя бы хоть что-то понимали Что-ли Ладно Давайте пойдем в ту сторону Я заблудился Просто натурально Ладно Нужно просто Наверное Главное Понять Где Где что Я думаю Что я в правильном порядке Иду сейчас Ну В правильном Пути Вон мост какой-то Смотрите-ка наверху Правда Весь поломанный Так Сейчас какая-то Загрузка мне произошла Загрузка Местности Как можно понять Ну знаете Там вода должна быть А точнее Наверное Раз уж зима Заморожено Это Озеро Ох ты Ё-моё Что это там Огонек Какой-то Стоп Так я здесь и нахожусь Вот оно Это озеро Мне нужно Куда-то в ту сторону Вот сюда Вроде бы Все правильно Я считаю Это что Это просто огонь Или это Какие-то Живые огоньки Тут я не знаю Тут все возможно Наверное Это оно и есть Да Заходим Так Давайте определим Далее 7 Какие тут вообще Координаты Что мы здесь найдем Мы пойдем на Координаты 7 и 52 Они где-то здесь 14 Все такое В той стороне Здесь Связаны Координаты 7 и 52 Да Они находятся Вот здесь А все сейчас Возможно Мы будем гулять По пещерам Каким-то Ух ты Ё-моё Конечно Все офигенно Тут черепа Тут черепа Мать твою Ты идешь ко мне? Ой твою мать Испугался Ой Все хорошо Я вот фиг знаю Здесь хорошо Здесь не шумно Хотя бы Так Вниз Только вниз Ё-б твою мать Ой При этом я не могу Спокойно назад Посмотреть Мне плохо Офигеть просто Так А вот и вход В пещерку Ладно Я уже давно Где-то там заблудился Просто идем Далее В прямо Ой-ой-ой Мать твою мать Твою мать Твою мать Твою мать Прям 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 Передо мной Прям Передо мной Твою мать Я не могу здесь вылезти Бегом, 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 бегом Ой, твою мать Я в безопасности? Шестнадцать Десять Десять пятьдесят семь Десять пятьдесят семь Да, короче, где-то я близко, я не знаю Тут все равно, как бы, все линейно Заворотов никаких нет, так что я не ошибусь Не смогу ошибиться, если хотят, твою мать Только что появились какие-то тут заворота, знаете, налево, направо Так Налево, направо Вот Я вообще запутался Ладно, давайте пойдем наверх Я где-то слышу И несколько я слышу этих листочков Где ты? Где ты? Ой, ешкинка Вон он, он впереди ходит Ой Это нормально, что он так пропал? Все, поглухо, все Что там? А, мне сюда, наверное, да? Хрен его знает Одиннадцать пятьдесят пять А, он идет Так Так Никого знает, куда мне нужно идти Точно в порядке Может быть, моя цель где-то здесь И находится Ешкин ты кошкин Возможно, мне кажется О, его солнце только начинает садиться Оранжевый туман Меня окружает Оранжевый туман Я вижу, как их тела выходят из-за деревьев Я слышу крик Одинняющий кровь Крик ужас Это мой голос? Наверное, да Но где Антон? Откуда он пришел? Как он попал вовнутрь? Солнце только начинает садиться Он во мне Он в моей голове Он просачивается через мои глаза Глаза из зеркала души У него нет души Где Антон? Я подаю Бездонную бездну Падаю в горное ущелье Мертвые гниющие руки Ловят меня в падении Я чувствую, как они шепчут мне в ухо Теперь ты наш Ты останешься с нами навсегда Я их зову Я зову Антона Где Антон? Я не знаю Я ничего не вижу Мои глаза залиты кровью Мне нужно спасаться Но мне нужно бежать Мне нужно бежать Солнце только начинает садиться Вот Что? Ой 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 Бегу Бегу Я понял, да Нужно бежать Нужно бежать Нужно бежать Бежать Я не знаю куда Но нужно бежать Что он так медленно бежит? Что, заняться нечем, что ли? Куда? Что? Я ничего Я ни черта не понял Короче, друзья Давайте еще раз попробуем Я побежал Застрял, короче И упал вниз Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ладно Загрузка Однако Мы побежим сейчас Куда? Подальше Отсюда Вот куда Что могу сказать Я понял, что нужно бежать сюда Но куда дальше Сейчас проверим Не думаю, что куда Так Туда тоже не думаю, что надо Ну что Ё-моё Бежать будем? Что, я умер? Так Что-то сейчас я начинаю ни черта не понимать Какого хрена я помираю? Почему я помираю? Вопрос Вопрос Не очень-то уж хороший Потому что я ни черта не понимаю Ладно Я бегу Бегу быстро Отсюда Затем бегу сюда Здесь я бегу медленно Возможно, на меня вот эта скала упала Она меня и убила О! Вон оно как Прыгнуть нужно было Ну, не то, что прыгать Он как бы бежит и Охренеть От этого прыгает Так, нужно, чтобы на меня камни не упали А еще сзади дым Сзади черта дым Беги! Он не хочет бежать Вот, все Так, мне сюда Мне сюда А-а-а-а-а А-а-а! Бой мать! Он не хочет бежать Он не О, все Сохранение Я сохранился Вы меня не сможете достать Нет Да мы сейчас Так, а это у нас палатка, где мы можем переместиться Отлично, мы здесь находимся Так, остались Три координата у нас 14, 80, но это по пути Сейчас мы пойдем, значит, вот эта дорога И придем как раз в эту местность Куда нам тоже нужно идти Ну что ж, я предлагаю пока что над этим Здесь эту серию закончить Продолжим следующую серию С вами был канал Блэк Кур Всем спасибо за просмотр и всем удачи Всем пока